Сегодня сравним скорость строительства метро, построенного в 21 веке, с помощью современного высокотехнологичного оборудования со скоростью строительства первой очереди метро. Речь пойдет о Бутовской линии. Почему сравним именно с Бутовской линией, объясню в конце видео. Бутовская линия состоит из двух участков. Наземная из четырех станций и подземной, состоящей из трех станций. Общая длина 10 километров. Давайте начнем с истории проекта. Проект Бутовской линии начал разрабатываться в 1980-х годах. Проект предполагал строительство скоростной хордовой линии Митина-Бутова. Другой проект предусматривал строительство линий на магнитном подвесе от станции Пражская через Битцевский лесопарк одноименной станции Калужской-Рижской линии и далее в Бутово. Однако в 90-х годах, когда предполагалось начать строительство, многое изменилось. Решено было продлить Серпуховско-Темирязевскую линию в Северное Бутово, а в Южное протянуть линию легкого метро. 28 декабря 1999 года проект был одобрен и в 2000 году началось строительство легкого метро Бутовской линии. В первую очередь, состоящую из пяти станций, от улицы Старокочаловская до Бунинской аллеи, столичным метростроевцам удалось завершить ударными темпами. Ветка открылась спустя три года после начала строительства, в конце 2003 года. Общая протяженность участка составила 5,6 километров. Первые 1,8 километров – это тоннель, оставшиеся 3,8 километров – это надземные эстакады. 12 июля 2002 года из монтажной камеры стартовал тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лават» канадского производства «Клавдия». Первым был пройден левый восточный перегонный тоннель, его проходка была завершена в марте 2003 года, после чего щит был перемонтирован обратно в монтажную камеру, и оттуда начал проходку параллельного правого перегонного тоннеля. При проходке правого перегонного тоннеля, участок длиной около 300 метров, был пройден немеханизированным проходческим щитом «ЩН-1С». Всего было построено 5 станций. Подземная – улица Старокочаловская и 4 – типовые надземные. Итак, метро 21 века. 5,6 километров – 5 станций – было построено за 3 года. Метро первой очереди было построено быстрее – 18 месяцев, общая протяженность – 11 километров – 200 метров и 13 станций, одетых в мрамор. Если поискать подробную информацию, то можно найти следующие данные. Московское метро активно начали строить в январе 1934, а 15 мая 1935 года оно уже было запущено. То есть активная фаза строительства составила 16,5 месяцев. Кто-то скажет, что надземное метро на эстакадах не совсем корректно сравнивать с тоннельным метро. Хотя, по идее, надземное метро строить быстрее и проще, чем подземное. Давайте тогда сравним со скоростью строительства тоннельного участка под Битцевским лесом, который начали строить спустя 7 лет. От прошлых грандиозных строек метро перенесемся в наши дни и подумаем о текущих жизненных вопросах. Уже весной Россию ждут изменения. Возможно, самое серьезное – с 90-х. Большинство снова будут в ступоре, а некоторым придется начинать жизнь с чистого листа. Чтобы быть готовым заранее, лучше смотреть источники, проверенные временем. Хороший пример – канал Мультипликатор, который я сам регулярно смотрю. Его автор никуда не уезжал в феврале 2022-го. Скупал доллары по 55 и сразу пояснил, почему не будет второй волны мобилизации. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже весной с рублем и недвижимостью, и чем для человечества закончатся военные конфликты. Подписывайтесь и смотрите канал Мультипликатор всего по 5 минут в день и будете готовы к 2024 году лучше, чем 90% людей вокруг. Ссылки в описании. При конструировании станции улица Старокачаловская строители в 2003 году оставили заделы под продление линии на север, которые расконсервировали в ноябре 2011 года. 5 апреля 2012 года тоннелепроходческий щит «Лават-Ольга» стартовал от станции метро улица Старокачаловская до промежуточной станции Лесопарковая. Для лучшего понимания щит двигался из области в центр. В ноябре 2012 года щит дошел до котлова на станции Лесопарковая. Узнаем скорость. Современный тоннелепроходческий щит за 7 месяцев проложил левый перегонный тоннель протяженностью 1,1 километра. Нетрудно посчитать, что за месяц эта технология позволяла проходить 157 метров. Проходка велась на глубине 15-30 метров. Покопавшись в интернете, я нашел, что строительство разделили на 4 тоннеля. Смотрите на карту. Всего участвовало 4 проходческих щита. Давайте зачитаю. По словам руководителей департамента строительства Андрея Бочкарева, второй тоннель, по которому пойдут поезда из центра в область, сдадут до конца года. То есть речь идет об правом перегонном тоннеле от станции Лесопарковая до Старокачаловская. Другими словами, далее начали копать тоннель в обратном направлении. Далее под Бутовским лесом продолжат работу два других механизированных комплекса. В начале августа они начали прокладку еще двух тоннелей, которые должны закончить до весны 2013 года в районе действующей станции Битцевский парк Калужской рисской линии. После строительства новых тоннелей строители приступят к возведению двух новых станций метро, чтобы к концу 2013 года этот участок работы сдать полностью. То есть с Лесопарковой в сторону центра в августе начали копать сразу два тоннеля двумя механизированными щитами. Давайте теперь узнаем скорость проходки. Новость от 3 июля 2013 года. На станции Битцевский парк началась сборка 500-тонного крана, которому предстоит поднять из демонтажной камеры два тоннеля проходческих щита. Как сообщили в Департаменте строительства Москвы, щиты НФМ, Айсилу и Хитачи Лейсан в настоящее время находятся в демонтажном котловане после завершения проходки двух тоннелей от станции Лесопарковая до станции Битцевский парк. Каждый из щитов прошел под землей более 2,2 километров. Тоннели-проходческие комплексы начали работу в начале августа 2012 года, закончили в начале июля. Прошли под землей 2280 метров. Узнаем скорость. 2 километра 280 метров, два современных механизированных щита прошли за 12 месяцев, по 190 метров в месяц. В метро первой очереди 1935 года общая длительность тоннелей глубокого заложения составляет 9 километров 13 метров. Официально они были пройдены горной проходкой. Современный механизированный щит прокопал бы этот участок за 47,5 месяцев, что равно почти 4 годам. Два щита за два года. То есть, если бы в 1934 году было современное высокотехнологичное оборудование, даже два механизированных щита, общее время на прокладку тоннелей было бы больше, чем общее время запуска всего метро. Еще момент, который я не понимаю. В 1933 году начали копать метро горной проходкой. Шахты безнадежно отставали, а некоторые и вовсе остановились. Стало ясно, что так метро построить не удастся. Инженер Маковский был сторонником метро глубокого заложения с щитовой проходкой. Он нашел одобрение руководства, но щитовая проходка была введена очень ограничительно. Тоннели глубокого заложения в 1934 году продолжили копать той же горной проходкой, что и в 1933 году. Но тут уже все стало получаться. При строительстве метро, в первой очереди, использовались немеханизированные щиты. Давайте узнаем скорость. Три метра в день – это 90 метров в месяц, что в два раза медленнее, чем современные щиты. Можно найти информацию, что на первой очереди работало два щита – один английский и один советский. Они использовались на очень сложном участке под театральной площадью. На щитовом участке проходки, общая длина двух тоннелей которого составила 888 метров 5%, применялась обделка из бетонных блоков заводского изготовления. Давайте узнаем, как были построены другие участки. Котлованным способом было построено 4220 метров 24% и 7 из 13 станций. Сокольники, Красносельская, Комсомольская, Кропоткинская, бывший дворец Советов, Парк Культуры, Арбатская и Смоленская. Траншейным способом был пройден 3251 метр – 19%, перегон от библиотеки имени Ленина до Кропоткинской и Арбатский радиус, а также станции Александровский сад и Арбатская частично. Большую часть тоннелей – 9013 метров, 52% и 5 станций, Красная ворота, Чистые пруды, Лубянка, Охотный ряд и библиотека имени Ленина под плотной городской застройкой пришлось строить закрытым горным способом, преимущественно при глубоком заложении. Для строительства станций глубокого заложения применялось замораживание грунта, что занимало несколько месяцев. Можно еще добавить, что бетон набирает прочность почти месяц. Для ответственных участков надо подождать хотя бы две недели. Еще мне писали, что были выкопаны шахты и на глубине начали строить станции и тянуть от них тоннели на соседние станции. То есть сразу все станции и тоннели начали строить одновременно. Тогда на прокладку тоннелей и станций оставалось по 16,5 месяцев. Возможно, именно так и было. От себя хочу добавить, что такое возможно при наработке значительного опыта, а также при наличии технологий. Если же все это делать с нуля, могут получиться накладки. Накладки и ошибки приведут к затягиванию сроков. Например, не совпадут тоннели. Рядом с уже построенной станцией попадется плывун или сложный участок, который придется обходить, из-за чего станцию придется строить заново в другом месте. С точки зрения жертвы ЕГЭ, если нет опыта строительства метро, а под землей сложные грунты, плывуны и подземные реки, лучше сперва проложить тоннели, а потом строить станции. На сайте «Московские сезоны» подробно описана последовательность этапов. Шаг 1. Подготовить стройплощадку. Шаг 2. Нырнуть под землю. Шаг 3. Использовать тоннелепроходческие щиты. Шаг 4. Собрать станцию. То есть строительство станций и их отделка – это завершающие этапы после того, как готовы тоннели. Рабочая зона готова. Можно приступать к сбору основы строительного комплекса. На этапе создания таких конструкций строители укладывают около 30-40 тысяч кубометров бетона. А если понадобятся оборотные тупики и камеры съездов, цифра может увеличиться до 100 и более тысяч кубометров. Когда конструкции сооружены, строители монтируют инженерные системы. Они укладывают сотни километров кабелей и сетей связи. Несколько километров трубопровода устанавливают вентиляционные системы. После начинается архитектурная отделка будущей станции. Среди натуральных и традиционных – мрамор, гранит, габро. Еще специалисты обустраивают наклонный ход и эскалаторы. Пятый этап – обустройство территории. И шестой – тестирование и наладка. Чуть дальше мы сравним с современными темпами строительства. Идем дальше. Было построено две станции мелкого заложения. Строились открытым способом. Промежуточная, лесопарковая. Посмотрим немного на ее дизайн. А также Битцевский парк, пересадочная на Калужско-Рижскую ветку. Тоже немного посмотрим на архитектуру. Сдача общего участка планировалась на декабрь 2013 года, но открытие состоялось 27 февраля 2014 года. Что по длительности строительства? Дата начала – ноябрь 2011 года. Открытие – 27 февраля 2014 года. То есть два перегона общей длительностью 4,5 километра и две станции мелкого заложения, четырьмя ультрасовременными механизированными щитами и современной мощной строительной техникой строили два года и четыре месяца. Это дольше, чем метро первой очереди. Всю Будовскую линию, состоящую из трех подземных станций и четырех надземных, общей протяженностью 10 километров, если сложить время строительства, возводили пять лет и четыре месяца. Всего на Будовской линии работало шесть щитов – пять механизированных и один немеханизированный. Подземный участок – Старокочаловская, Скобелевская, левый тоннель, канадский щит Лават, Клавдия – один километр 800 метров за восемь месяцев. Правый тоннель – Клавдия плюс отечественный ЩН-1С – 300 метров. Старокочаловская, Лесопарковая, левый тоннель, канадский щит Лават, Ольга – один километр 100 метров за семь месяцев. Правый тоннель – я не нашел информацию, какой щит работал. Ольгу разобрали в Лесопарковой и отправили на ремонт. Лесопарковая – Битцевский парк. Французский щит НФМ, Айсилу и японский щит Хитачи Лейсан работали одновременно. Прокопали два километра 280 метров за 12 месяцев. Общая длина левого тоннеля – 5 километров 180 метров. Общее время строительства – 27 месяцев, что равно 2 года и 3 месяца. Общая длина правого тоннеля аналогична левому. Посчитать время строительства затруднительно. Я не нашел данных. Первую очередь метро 1935 года, протяженность 11,2 километра и 13 станций, одетых в мрамор, построили за 16,5-18 месяцев. Получается, что технологии 30-х годов 20-го века в 3,5 раза быстрее, чем технологии начала 21-го века, и станций построили больше. Кто-то скажет, строительство велось неактивно, было мало человек. Официальная информация. При строительстве участка метро под Битцевским лесом было задействовано дневная и ночная смены 1650 человек. То есть эти работы велись круглосуточно. Кто-то может сказать, что весь секрет первой очереди в том, что под землей работало одновременно 75 тысяч человек, в особенности в 1935 году? Ведь именно численностью рабочих все и объясняется. РИА Новости ведут подкаст про городские легенды, называется «Какая-то мистика». Для опровержения теории альтернативщиков про откопанное метро они пригласили экскурсовода Андрея. И он все объяснил. На эмоциях, а не на фактах. Старательно избегая тех вопросов, которые я задавал. Например, где фотографии чугунных тюбингов, и где промежуточные фотографии строительства и отделки станций? А как удалось построить так быстро первые 13 станций? От Сокольников до Парка культуры и от Ветвления до Смоленской? 90% объема строительства первой очереди были выполнены за 1934 год. Но туда нагнали 75 тысяч человек. То есть, по сути дела, у начальника участка, сейчас начальник участка, это может быть 2-3 километра, и у него тоже надо построить. Тогда он получал себе участок в работу 50-100 метров. Ну, у него просто чисто психологически он понимал, что за год он эти 100 метров в туннеле сделает. Ну, а рядом еще другой начальник участка и так дальше. И поэтому в течение 1934 года весь этот объем работы был взят горным способом, руками, лопата, кайлот, тачка, деревянные крепления. Объяснение очень понятное. У начальников была психологическая уверенность. Вот и весь секрет. Послушать полностью эту аудиозапись можно в моей группе в Телеграм. Статьи в интернете также говорят о 75 тысячах человек. Количество рабочих, ИТР и служащих доходило до 75 тысяч человек в мае 1935 года. Давайте разберем цифру 75 тысяч человек. 15 октября 1934 года прошел первый пробный поезд от Сокольников до Комсомольской, а с 6 февраля 1935 года началось движение по всей линии. Значит, тоннели, рельсы и основные кабели к 6 февраля уже были готовы. Стало быть, основная работа была сосредоточена на 13 станциях и вестибюлях. 75 тысяч делим на 13 равно 5769 человек. Именно такое количество рабочих, по мнению историков, толпились на каждой станции в переходах и вестибюлях у станции. Было бы неплохо попросить их предоставить фотографию, когда указанное количество трудилось на строительстве. Считаем дальше. Длина станции 100-160 метров, ширина 5-20 метров. Берем максимально. 160 умножаем на 20 равно 3200 квадратных метров. Если каждому рабочему, чтобы просто встать, отвезти по одному квадратному метру, то на одной станции разместятся 3200 человек. 2569 человек не влезут, и им надо будет толпиться в переходах, галереях, вестибюлях и на улице. Даже по три смены это очень много рабочих. Что они там делали такой толпой? Как развернуться-то? Много рабочих нужно во время укладки рельсового пути и укладки кабелей, а во время отделки станции мрамором нужны специалисты высочайшего уровня. И на каждую станцию их нужно максимум 200-400 человек. Больше уже будут мешать друг другу. В данном примере, это уже не альтернативная история о математике, мы просто считаем и делаем выводы. Под прошлыми видео писали, что люди были такие, такие, что из них можно было делать гвозди. Вот тут отбросим эмоции и попробуем обратиться к фактам. Люди другие насколько? Может быть это где-то зафиксировано? Они что, были роботами и не уставали? В любом случае, техника работает быстрее людей. Кроме того, проходка с помощью щита позволяет легко решить вопрос с вывозом грунта. А шахтерская проходка требовала поднимать весь грунт наверх в клетьевом подъемнике, как и опускать вниз все стройматериалы. Об этом было в прошлом видео. Почему я решил сравнить первую очередь 1935 года с Бутовской линией? Длительность участков схожа. Первая очередь строилась после потрясений Первой мировой войны, международной интервенции, гражданской войны. Бутовская линия тоже строилась после потрясений, развал Советского Союза. Есть только два принципиальных отличия. Метро первой очереди строилось отбойным молотком, а Бутовская линия строилась большим количеством техники. И еще небольшое дополнение. Для работы на линии был разработан в АО «Метровагон МАШ» состав «Русич» модель 81-740-741. Состав состоит из трех вагонов. Каждый вагон представляет собой две сочлененные секции со сквозным проходом, опирающиеся на три тележки. После первого месяца эксплуатации Бутовской линии выявились серьезные конструктивные недоработки новых составов, в особенности тормозного оборудования. Составы приходилось регулярно снимать с работы на линии и отправлять в депо «Варшавское» на ремонт, что вызывало, в том числе, проблемы с графиком на Серпуховско-Темирязевской линии, а на Бутовской интервалы достигали 35 минут. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, были сформированы составы из вагонов серии 81-717.5М-714.5М из депо Черкизова и Печатники. Эти вагоны не приспособлены к работе на открытом воздухе, салоны не отапливаются, но такое решение позволило уменьшить интервалы и наладить работу Бутовской линии. Причем эти поезда делались, когда был накоплен богатый опыт конструирования и эксплуатации подвижного состава. Это я к тому, что все новое иногда требует доработки. Технику делают люди, а людям свойственно ошибаться. Не ошибаются те, кто ничего не делают. В случае первой очереди 1935 года все прошло без накладок, как говорится, без сучка, без задоринки. На этом, думаю, все. Если было интересно, вы знаете, что делать. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok